Зеленский Сегодня 8 августа Зеленский пояснил, зачем Украине нужны азартные игры. Ах, мальчишки-бальчиш или мальчиш-плохиш, кто же на самом деле молодой Зеленский? Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, для чего Украине необходимо легализовать азартные игры. Об этом он заявил на бизнес-форуме в Турции, передает диалог ЮА. Ранее Зеленский выступил за легализацию марихуаны, проституции и казино. По словам Зеленского, возвращение в Украину азартных игр – это именно то, что позволит создать и удержать туристический кластер возле регионов Черного моря. Он заверил, что азартные игры будут легализованы. Казино будет разрешено на территории пятизвездочных отелей. До этого он подчеркивал, что, возможно, азартные игры будут легализованы только в одном городе или области. Но, скорее всего, это он в Одессу, наверное, думает допустить казино с азартными играми. Также он призвал турецких бизнесменов вкладываться в туристический бизнес в Украине вместе с украинскими спонсорами, а не конкурировать с ними. В Украине азартные игры официально запрещены с 2009 года при премьере Юлии Тимошенко. Однако это не мешает нелегальным конторам развиваться в стране и интернете. В Киеве разоблачили подпольное казино, пробраться в которое можно было через дверь, оборудованную в шкафу. Власти Украины и Турции работают над подписанием соглашения о свободной торговле для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Ай да парень! Вот мы теперь не знаем, что такое все-таки на троне у нас. Мальчиш плохиш или мальчиш кибальчиш. А вообще, что лучше для вас, друзья, плохиш или кибальчиш? И чем кибальчиш вообще лучше плохиша на самом деле? Пишите, будем вместе с вами рассуждать и обсуждать. Молодого, энергичного и, наверное, пока еще не совсем политически грамотного президента, но, однако же, он очень старается. А ему другая гвардия старается сопротивляться. Я Таня Карацуба, Сиид Дурхан. Редактор субтитров А.Семкин